друзьяшки привет получается я вчера обещал вам что буду рассказывать сегодня как я решил проблему с размещением батареи на на двухподвесе вот у кого есть двухподвес то ну где можно ставить батареи у меня перед этим батарея была на на раме в сумке сумки так на липучках получается но первая проблема она очень болталась при езде вторая проблема что могли просто липучки отлепить и сумку забрать с собой вместе с батареей и с контроллером и было решено что-то другое думал уже не вариант надо что-то одну более железно и более надежно то думал где этот коробок поставить на раму склепать коробок ну на раму как-то некрасиво в в раме она тоже не она тоже не место вообще нету там конструкция рамы не позволяет сзади сиденья мало места и когда нам амортизирует получается коробок цепляет заднее колесо и короче вот сначала взял с картонки сделал просто так с головы вот эскиз в форме квадрата с таким треугольником вот как сейчас она как сейчас она вот там выглядит и сначала я сделал с картона так вот на на глаз вообще на глаз брал батареи внутрь картонки и так вот картонку загинал с одной стороны с другой стороны и делал вот так вот этот угол так в сторону ставил даже контроллер и ставил тот угол чтобы и уже по ходу день я думал что сначала будет сбоку открываться но сбоку не вариант потому что педали мешает педалирую педалирую не мешает педали и было решено что будет открываться вот где тот угол получается открывается еще вариант надо было так смотреть чтобы она не было низко между колес чтобы бордюры не не цеплять и чтобы когда передний амортизатор будет срабатывать что переднее колесо не касалось батареи и еще чтобы было расстояние от корпуса до до педали чтобы педали не цепляли корпус ну все начинаем подсчете все смотрите сделать вот такую вот коробочку вот смотрите вот такую коробочку она полуфабрикат сейчас она не готовая вот смотрите вот такая методом тыка вообще просто взял на глаз все сделал все сделал саморезы я вот купил такие саморезы длинные длинные но никогда и вкручиваешь саморез когда вкручиваешь получается саморез когда вкручиваешь вот она вот вот такого торчит вот такого торчит это нехорошо это очень нехорошо надо чтоб хоть так вот торчал вот так вот эти тоже вот торчат меня даже не знаю что с ним делать потому что вот батареи искал батареи вот такую ручку сделал самодельник вот тут видите предохранитель тут кнопка пуска если там бмс к уйдет защиту я сделал такую кнопку пуска вот припаял x-60 а тут вот для зарядки ну как то так вот таким вот кустарными короче 36 вольт 10 последований 6 параллельно а сколько там ампер я фиг его знаю короче вот так вот смотрите вот так вот раз она будет так вот так раме крепится вот тут раз два три четыре четыре болта вот на саморез и на будет так вот держаться закрываться раз сейчас берем от батарейки хоп хоп так получается значит провод ком вверх я так себе решил вот ком вверх так вот так вот так вот и все проводов сюда сюда посмотрите это дурацкие саморезы не длинные я взял вот видите видите если ночь и она будет все царапать всем не рвать тут я потом что-то придумают какую-то подкладку тут по сторонам так чтобы она раз вынималась раз закладывалась так красиво и так чтобы и красиво и эстетично а теперь вот вот этот контроллер лишнее все пообрезал тут лишние проводки все обрезал все тут все вот оставил только самое вот порядка руль эти вот мотор мотор датчик пола это самоучить самоучитель ну и кто в теме то знать и вот эта скорость скорость есть повышенная пониженная вы пониженная повышенная вот так нашел такую кнопочку это все методом тыка я ничего не знал просто так посмотрите я даже не знаю как сделать или тут или тут ставить или тут вставить вот вот смотрите или тут вставить и это закрывать но она может падать если такой будет не падает не падает или наоборот наоборот тут вот сюда вот вот сюда вот сюда лучше я думаю сюда думаю лучше будет раз вот такой отца замочек взлома время знает какой поможет или нет сейчас я вам покажу как она будет на раме а еще тут вот 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 получается это вверх это низ 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 а это тут вот я сделал только тут вот такую вот фигню я не знаю или хорошо или плохо но посмотрим по ходу дела вам все расскажу так что вода внутри не попадала и грязь получается когда она закрывается посмотрите вот смотрите вот это вот получается раз закрывается и она тут такой если будет капать можно было сделать и тут чуть-чуть дальше но к на открывал светил так чтобы она ходила это все своим мозгом ничего не никакие схемы ничего просто взял и сейчас идем все понимает она тяжелая так сейчас я вам покажу как это будет на велике стоять хорошо так еще посмотрите вот мой велик настройся блин а вот это малыш крутят помощничек будущий лесопедист я короче тут померил тоже так вот сделал 4 дырочки 4 дырочки вот так получается шума вот таким вот нет она тут метка метка так вот вот стоит она получается вот так вот будет вот так вот получается смотрите да 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 вот сюда вот вот тут вот проблемка маленькая проблемка посмотрим потом А ну, вот тут у меня, видите, амортизатор получается. Вот так вот. Он отжимается вот так. Получается вот так. Вот тут вот проблемка. Тут проблемка может быть. Когда колесо будет амортизировать, вот расстояние маленькое, может амортизировать и может колесо сюда попасть. Но посмотрим. Я, конечно, тут понажимал так, понажимал. Получается, ну, где-то 3 сантиметра не доходит. Это мне уже нравится. Получается, что будем делать. Все, закрепим. Колесо. Если надо будет вытягивать колесо в сторону, это будет открываться. Вот сюда все будет высовываться. Закрывается. Вот такой вот вариант. Еще это полный аппекат сделаю. Обши ее красиво. Наклею наклеечкой. Посмотрим, как она будет. Вот так вот, дорогие друзья. Клей. Клей. Вот так вот клеим. Тут я оставил открытый, чтобы закрутить шурупчики. Шурупчики закрутить. Сейчас еще один кусочек. Осталось у меня от бампера кусочки. Хотел поклеить бампер, но там такие изгибы всякие, что я фиг поклеил. И у меня куча осталась. Куча этой бумаги. Вот так вот. Куча. Вот так вот. Думаю, не пригодится. Вот так и пригодилось. Пригодилось. Вот даже чуть-чуть отсюда. Хоп. Хоп. Вот так. Чуть-чуть. Батавин пеном. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, так, так. Натягиваем, натягиваем. Вот так. Вот так. Так. Вот так. Как тут сделать, как тут сделать. Пробуем так. Вот так. Вот так вот. И вот так вот. Начинаем. Тут вот я не знаю, как сделать. Пробуем вот так вот, чтобы она залезла в то ребро. Эть. 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 Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Хопс. Плотненько. Чипик. Вот. Можно и тут чуточек. Что бы внутрь пошла. Тут я не знаю, как будет. Пусть как будет. А если так. Если так. Сделать так вот. Это сышка. Хоп. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас я так клею сверху. Хоп. Хоп. Если открывается. Получается даже такой вот изгибчик. Хоп. 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 Такой вот. Хоробочек. Хоробочек. Помпулочка. Так. Забыл сказать еще одно. Короче, я прикрутил корпус к раме на четырех саморезах. И это было фиаско. Проехал два раза по брусчатке нашей Черновицкой. Тротуары такие, блин, 15 сантиметров. Гранитные. Жесть. Дороги просто жесть. Я вам потом сделаю экскурсию по Черноцах. И покажу наши местные достопримечательства. Ну, покажу наш город. И дорожки у нас просто офигесные. И, короче, отвалилось у меня корпус. Вместе с батарейкой, с контроллером. Все вообще, ну. Прямо по дороге вот так ехал. Она дребезжала, дребезжала. И в один момент раз я отвалилась. И с таким грохотом все люди в сторону так. О, блин, что это такое? А я еще задним колесом наехал на корпус. Вы себе представляете? Я не знаю, как оно там, ну. Ничего не замкнуло, не сломалось. Но доехал там до знакомого. Пришлось взять скотч и все замотать скотчем. И так и доехал. И так и доехал домой. А потом я решил проблему, что в раму сделал насквозь дырки и шрубами. Прямо с гайками насквозь вот так вот прикрутил. Такие длинные шрубы, где-то, ну, 8 сантиметров. Я взял вот на четырех шрубах, все прикрутил. Так что, если делать корпус, то надо все смотреть, чтобы вибрации, дребезжения, чтобы все было там надежно. Ну, может быть, и контакта там не быть. Или что-то там, ну, отпаяться. Так что... А, забыл сказать. Кому интересно, подписывайтесь. Будет много интересного. Планирую вот экскурсию по городу Черноцы. На велике покажу вам наши... Велодорожки за 33 тысячи евро. Спасибо вам. И что, ну, планирую свой первый велопоход с одной ночевкой. Еще ни разу в жизни не ночевал сам. Ну, не знаю, где это будет, как будет. Но, думаю, будет интересно и мне, и вам. Так что, до скорого. Спасибо вам за внимание. Все, пока-пока.